ура я прошла курс эстонского языка уровень b1 здесь на канале я делюсь как изучаю язык культуру эстонии если вам интересно присоединяйтесь подписывайтесь на канал нажмите колокольчик чтобы не пропустить новое видео всем привет меня зовут жанна я живу в эстонии обучение я проходила онлайн я об этом уже говорила но может быть кто-то не в курсе и проходил обучение через программу зум для меня это был первый опыт обучения онлайн и поэтому это было мне в новинку я планировала заниматься в своем планшете я думала это будет мне удобно я оказалась что ошибалась все-таки я рекомендую может быть кто-то тоже будет первый раз заниматься онлайн я рекомендую заниматься с компьютером или ноутбуком так как у нас проходила обучение с материалом то есть учебный материал нам предоставляли и нужно было использовать программу adobe акробат примеру и так как материал был в pdf и часто мы использовали еще также word потому что не у всех он есть это тоже нужно учитывать когда мы начали заниматься первые уроки у нас было где-то около 20 человек даже с лишним то есть это достаточно большая группа а на выпуске то есть мы уже после где-то месяца все начали меньше меньше люди начали уходить я не знаю по каким причинам но она она стала все меньше быть то есть среднем на уроке нас было где-то человек 12 14 максимум вместе с учителем и в конечном итоге на выпуске нас было всего 8 человек и я хотела бы поделиться своими плюсами и минусами в обучении онлайн и начну я наверное все-таки с минусов навык эмоциональной интеллигентности то есть это как учитель управлял своими эмоциями и насколько он поднял голос или выразил недовольство к ответам учеников ученики взрослые люди и ожидают соответствующий уровень культуры общения и уважения у учителя дигитальная компетенция не соответствовали формату курса то есть материалы были разосланы в странных форматах которые не на всех приборах открывались также высылал материалы с опозданием или по каналам в которых работа прерывала рабочий процесс и запутывала учеников онлайн обучение это очень удобный вариант тогда когда ты находишься дома и занимаешься до был карантинный период мы могли вот заниматься также это удобство то есть мы не тратим время на дорогу не затрачиваем средства то есть примеру в моем случае мне бы пришлось покупать билет на автобус то есть в месяц я бы платила около 25 евро несмотря на то что процесс обучения был достаточно сложным по тем причинам которые вам я выше уже рассказала все-таки изучение языка она в моем случае она была плюс то есть я занималась я потянула все свои грамматические ошибки я проработала те пробелы которые у меня были в языке то есть на входе когда я начала заниматься эстонским языком уровня b1 то я вначале достаточно много говорила но неправильно и уже в конце я стала меньше говорить но более лучше и правильнее есть базовый или входной уровень который определяется тестом и также определяется на выходе и результат этих тестов сравнивается и эту разницу определяют при успеваемости в группе можно посмотреть на среднюю успеваемость или успеваемость самого слабого участника группы то есть я завершила курсы эстонского языка уровня b1 теперь мой следующий шаг это экзамен который будет проходить осенью я планирую пойти на этот экзамен я хочу сказать что если вы будете обращаться в интеграционные курсы эстонского языка вы должны понимать что это бесплатные курсы и вы конечно будете по расписанию выбирать и учителя вы заранее не можете знать то есть это как рандомный выбор и здесь уже просто от человека зависит моем случае вот были такие сложности но несмотря на это я прошла полностью весь курс я пропустила всего лишь два или три урока по моему даже три урока так как была весна немножко я простыла хоть я и была простывшая то есть чувствовала себя неважно я думала что я могу присутствовать на уроке хотя бы слушать но так как в моем случае было то что учитель привык полагаться на меня есть моем случае учитель считал меня как бы как лучшего ученика я так понимаю просто у меня не было проблем с разговором и чтением я все это достаточно проще делала мне было это легче потому что у меня был опыт практики разговорной и поэтому чаще всего учитель обращался ко мне и я пробовала во время своего плохого самочувствия заниматься но это была неэффективная работа поэтому мне все-таки пришлось сделать вот паузу на три занятия но когда я пришла в лучшее состояние я вернулась и продолжила и теперь следующий шаг это сдача экзамена на уровень b1 и вот здесь вот для меня конечно самая сложность начинается мне нравится сам процесс обучения то есть мне нравится изучать заниматься работать с материалами но когда приходит момент экзамена у меня здесь начинается просто фобия моем случае фобия заключается именно только вот с создачей экзаменов может быть эти истоки из детства скорее всего но это у меня было всегда в школе в университете в жизни есть какие-то нужно были ответственные там интервью сдать это для меня была всегда сложность и как-то нужно было всегда преодолевать но именно хотела поговорить об экзаменах потому что в период экзамена то есть когда вот только перед экзаменом за полчаса у меня буквально приходит какой-то паралич меня всю парализует я буквально не имею не могу не шевелиться не говорить даже дышать тяжело несмотря на то что я сейчас преподаю югу но мне это достаточно сложно дается именно вот в момент и то есть я очень четко помню выпускной детского сада когда нужно было рассказывать какое-то стихотворение его заучивала готовилась когда уже на самом мероприятии нужно было выступать перед большой аудиторией и взрослыми конечно же то я просто не могла произнести ни слова хотя все знали что я знаю там стихотворение и я сама это знал второй момент который очень четко я помню это в университете на первом курсе когда я должна была сдавать в конце года экзамен по своей специальности и преподаватель знал что у меня есть знания всегда обращался ко мне то есть я свой материал именно по этой специфике очень хорошо знала и даже помогала своим согруппникам и что самое интересное при подготовке там нужно было делать проектную работу то есть чертежи все это делала детали все это мне нравился процесс сам все это делать и когда пришел пришло время экзамен сдавать тот человек согруппник которому я помогала он был можно так сказать легко подвешен на язык сдал на отлично материал хотя я помогала подготовить полностью чертежный проект но вот у меня лично с именно с выступлением был были сложности парадокс сейчас я снимаю на youtube я сейчас прохожу этот этап борьбы с со своей фобией и мне это дается конечно каждый раз сложно но и вот здесь вот если с youtube в принципе все для меня понятно то создача экзамены вот я в августе уже начну очень сильно переживать я не понимаю почему это происходит но такие вещи случаются и я понимаю что мне нужно это пройти нужно это сделать чтобы больше к этому не возвращаться я откладывала этот момент долгое время то есть я раньше не сдавала экзамен на а2 или вот сейчас я хочу сразу пойти на b1 мне в окружении помню раньше рекомендовали еще с университетского времени выпить 50 грамм коньяка к примеру или какое-то успокоительное но вы знаете все таки когда касается работа с памятью то эти вещи абсолютно не помогают они мало того они еще и мешают то есть до расслабление приходит нужно чтобы была эффективная работа на данный момент я не знаю других способов избавиться от этой фобии просто вот пройти как это происходило у меня и раньше в жизни через свои страхи преодолевать их каждый раз шаг за шагом и вот в очередной раз для меня задача которую нужно выполнить всем спасибо за просмотр ставим лайки и всем пока пока удачи 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 Субтитры подогнал «Симон»